Урожайным этот год выдался не только на фрукты. Арбузы – некогда редкость и экзотика для наших широт. Сегодня эту сочную ягоду растят на приусадебных участках. Герои нашего следующего материала собрали с собственного огорода почти 40 тонн арбузов. Видите, как музыка такая, чистый звук, видите, идет. Это будет хороший арбуз. С недавних пор музыку здесь слышат не только в хрусте огурцов и капусты, но и внутри арбуза – это еще не так давно экзотическая ягода. И Светлана Плотницкая вместе с мужем начала заниматься три года назад. Тогда высадили рассаду всего 100 штук, но сразу загорелись. Уже очень богатый собрали урожай. Да и хлопот с арбузом было не больше, чем с привычным огурцом. Затраты-то немного меньше, чем по выращиванию, например, огурца. Меньше. Хотя работа-то сама получается, но затраты совсем. Вот именно, например, пленку покупать не надо, вот если так разобраться. Только что семена и остальное все уход. С тех пор урожай арбуза в семье фермеров растет в геометрической прогрессии. В этом году ягода заняла аж 80 соток земли. Несмотря на то, что часть урожая загубил сильный град, останавливаться на этом здесь не собираются. Тем более, что положительных примеров хватает и в более холодных климатических условиях. Живые картинки, вот как в прошлом году, значит, на плантациях были арбузы выращены у нашего президента. Может быть, знаете, струнка где-то все равно закралась в душе. Что значит, можно вырастить в наших условиях арбуз. В особенностях ухода за этой бахчевой культурой учитель младших классов только начинает разбираться. Но потому, что пробуем на вкус, можно сказать точно, успехи налицо. Красавец на вид, сладкий и сочный внутри. Уже он видно, что созрел. Даже уже некоторые будут сами по себе, понимаете, и перезревать. Кто-то думал, что такое богатство будет. Никто не думал, никто не решался. Столинские арбузы уже успели прославиться не только в округе. Ягоду, выращенную без нитратов, у фермеров покупают на другом конце Беларуси, предпочитая ее привезенной из-за границы. Причем привлекает покупателей как вкус, так и цена. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.